приветствую вас друзья вы на канале два патрона и в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том как не лишиться своего оружия из-за медицинской справки небольшая предыстория как я уже говорил что я продлевал разрешение на оружие вот здесь вот ссылочку здесь прикреплю вот кто не видел можете посмотреть как именно сейчас 2022 году проходит продление рохи ну и в общем приехал я в лрр за своей рохой то есть меня назначили на 1 марта приезжаю это вторник вернее это понедельник был и они мне но по понедельникам рохи не выдаем я буду уж там как-нибудь давайте я с работы отпросился все нет нет ни в какую понедельник сейф у нас закрытый все только вторник пятница думаю ну ладно приезжаю в пятницу то есть он просился там с работы поехал попозже в итоге приехал я в лицензионный отдел где-то наверно без 26 ну и как бы никого нету там который инспектор сидит и выдает принимает вернее документы она такая подождите там в таком-то таком-то кабинете стою жду никто не выходит думаю но так вроде хожу там туда-сюда чтобы как бы ну пармия помнили она сейчас 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 к вам выйдут в итоге прождала и 15 минут простоял время без пяти спускается инспектор не такая давайте ваши там документы посмотрела а у вас говорит что-то нету здесь видимо ваша рог еще не готова я подождите как не готова я вот вот у меня есть пришло с госуслуг что 1 числа можно было получить я приехал соответственно уже позже она но она видимо на подписи у начальника приходите во вторник следующий я вас прям без очереди отпущу я говорю но я не могу больше отпрашиваться работы у меня никто не отпустит вот поэтому рог мне нужно сейчас ну тогда поднимайтесь наверх наверх поднялся стою жду она ходит смотрю что она бубнит вот там из-за одного гражданина мой ребенок должен сидеть в садике потом видимо не выдержал подходит ко мне ну вот из-за вас я сейчас не могу забрать ребенка из садика типа мне приходится вот с вами тут ковыряться я бы но я здесь причем то есть вы мне выдайте разрешение как бы у меня по идее оружие дома рог у меня просроченная уже прям уже все закончился срок не сейчас мне под белой рученьки заберут оружие мне зачем тем более горе к вам уже 100 третий раз приезжать то есть не собираюсь ладно ждите в итоге начальник не подписал ну и она такая пойдемте спускаемся и видимо со злости но мне тем самым она подсказал нагрет у вас феврале заканчивается медицинская справка если вы не принесете сюда новую медицинскую справку продленную я вам аннулирую все оружие подождите а у меня то есть три единицы пятизарядка двустволка и сайга сайга это было самое последнее мое приобретение и на нее действительно рог закончится в феврале двадцать третьего года в марте вернее вот она чтобы не в феврале принесли справку я подождите как в феврале он такая все ничего не знаю короче нет типа некогда думаю ну ладно полез в интернет искать вообще что это такое почему они на каком основании аннулируют и раскопал такую информацию в общем с 1 марта 2020 года медсправки которые получены в частных клиниках ну вот есть вот такие вот небольшие там медицинские где на права выдают справки потом там всякие формы я уже не помню там по моему на права 046 идет форму вот у нас на оружие идет две справки две формы 002 и 003 002 эта форма для нарколога то есть вы проходите нарколог ставит там свое заключение что никаких там психотропных и так далее средства вас не у вас не обнаружено 002 это вот все эти окулист терапевт и так далее так вот с 1 марта теперь эта справка не действительно то есть самая главная ошибка не совершите если вы придете в эту частную клинику вам ее сделают эту справку то есть как бы по сути услуга будет оказана но принеся эту справку в лицензионный отдел они ее просто-напросто не примут то есть теперь медкомиссию вы должны проходить по месту прописки либо проживание в обычной поликлинике будет заведена какая-то картотека в которой ваша справка будет в электронном виде доступна для просмотра для выгрузки в лицензионном отделе то есть вы проходите специалистов всех в своей поликлинике и можете в принципе получить бумажный экземпляр то есть вам выдадут с ним прийти в ол р р то есть вам в принципе могут его запросить поэтому лучше его взять но подтверждение того что ваша справка действительно существует они будут делать выгрузку из вот этой вот базы которую поликлиника вносит данные о том чтобы эту медкомиссию прошли плюс ко всему такой теперь нюанс если допустим вы вызвали врача на дом что-то у вас случилось ну там я не знаю сердечный приступ может быть там ну вот то есть с тем заболеванием с которым нельзя получить как это сказать заболевание при которых запрещено пользоваться оружием грубо говоря то этот врач делает также вносит то есть он к вам приехал на по скорой они там но сердцем у вас к примеру плохо там давление даже не знаю вот сейчас принципе перечень я постараюсь найти внизу видео прикрепить то есть при каких заболеваниях будет запрещено пользоваться оружием разрешение на хранение и ношение при таком заболевании не выйдут и если он внесет эти данные и эти данные выгрузит росгвардия соответственно ваше оружие аннулируется и лицензию вас вернее роху забирает вместе с оружием то же самое касаемо ваших к примеру соседей ну всякие бывают отношения кто-то соседями дружит кто-то не дружит и вот такой вот хороший соседик соседик возьмет и стуканет на вас что вы в нетрезвом виде там три дня подряд в запое и так далее у вас есть оружие к вам точно также приезжают медики фиксируют что вы в нетрезвом состоянии и опять-таки вносят данные в вот эту картотеку опять же разрешительный отдел оттуда данные выгружает и вас лишают оружие но там есть небольшая поправочка то есть в течение двух месяцев вы обязаны прийти и сдать повторные анализы то есть если у вас были обнаружены там наркотические психотропные вещества это не значит что вас там сразу лишь от оружия и все до свидания нет вы можете прийти пересдать анализы если все будет в порядке то оружие вам вернут вот такая вот штука что с моей историей значит поскольку сайга была куплена мной самую последнюю очередь перед ней была куплена двустволка и когда я покупал то есть я оформил двустволку и когда дело подошло к покупке сайги к оформлению я спрашиваю инспектора скажите по справке от сайги от мр-155 у меня было первое ружье я могу сайгу получить то есть оформить нет ваша мед справка действительно один год на самом деле он обманул справка действительно пять лет год она действительно только когда ты ее оформляешь впервые грубо говоря я вот решил стать охотником пошел сделал прошел медкомиссию ну и там что-то у меня завертел закружилась то есть мне не было времени пойти и продолжить оформление всех документов и вот если я в течение года это оружие не куплю и не оформлю то тогда у меня эта справка аннулируется но если она у меня уже есть то она действительно пять лет в течение пяти лет я могу спокойно оформлять оружие по этой справке что получается поскольку справка получена до момента оформления оружия то есть оружием я получил руху там но я уже точной цифры не буду говорить я уж и не помню ну допустим 20 февраля а мед справку то я получил раньше и поскольку я оформлял продлевал оружие по этой мед справки который у меня вот мр-155 и ж 27 то как только у меня эта справка заканчивается они имеют полное право и они я больше чем уверен что будут так делать они будут забирать оружие которые оформлены по этой справке дам я не спорю что после того как я сделаю новую справку то есть сайгу же мне в любом случае продлевать после того как я сделаю справку оружие они мне вернут но вот этот вот головняк который там можно заработать она вот придумано конечно просто я не знаю для чего лишь бы усложнить жизнь то есть сначала они нам можно было переоформить сразу три единицы чтобы они были от одной даты нет теперь убрали каждую единицу мы оформляем отдельно теперь вот они сделали вот такие вот штуки с мед справками то есть мне теперь в любом случае грубо говоря до нового года желательно принести справку им новую чтобы они мне не аннулировали оружие которое сделано по этой справке за ну то есть по справке от сайги сделано там продлина роха на два оружия вот такая вот штука может быть это было конечно раньше но сейчас когда вот приняли новый закон они теперь будут на всю катушку его отрабатывать поэтому очень внимательно посмотрите еще раз когда вы покупали оружие когда вы оформляли эту справку и не пропустите эту дату то есть желательно принести им справку до момента окончания ее действия потому что сайгут они не заберут мою потому что я буду ее оформлять продлевать а вот другое оружие заберут легко поэтому вот такая вот интересная штука будьте внимательны ну будем смотреть что нового они еще придумать для того чтобы под затянуть так сказать узелки для рядовых охотников не владельцев оружия да я не спорю не спорю что вот это вот электронная медицинская справка это удобно потому что были случаи что просто и грубо говоря печатали на принтере на цветном и приносили ну ладно если там это какая-то бумажка стрёмная и инспектор видел что это фальшивка и как бы пресекал но со всеми вытекающими потому что это подделка документов и так далее сейчас в принципе удобно что это будет электронно что да действительно там человек с там с какой-нибудь неуравновешенной психикой не получит разрешение на оружие но получить справку в нашей поликлинике я не знаю конечно как в ваших городах но я один раз сунулся и подумал нафиг мне это надо то есть грубо говоря если я в нашей поликлинике могу эту справку сделать ну образно пять лет назад я мог сделать за тысячу рублей но это в основном платишь за нарколога и психиатра то сейчас а если делал в частной то это стоило ну к примеру две две с половиной тысячи но в частной я сделаю за 15 минут и и а в нашей поликлинике отстоять эти очереди это специалисты то есть то нету знаете тоже мало приятного поэтому посмотрим как это будет работать но закон уже вступил в силу с 1 марта поэтому ребята будьте внимательны посмотрите быть может у кого-то остались ксерокопии потому что меня она грубо говоря попыталась повредничать это инспектор женщина была вот она попыталась повредничать как бы ну и заодно меня можно сказать предупредил я полез в интернет полез в эти во все эти документ документы то есть что там какие изменения внесены и вот раскопалась вот такая вот штука что с 1 марта мы теперь делаем справки в своей поликлинике поэтому не тратите деньги на частные клиники сразу идите в свою поликлинику и делайте медицинскую справку все если видео вам оказалось полезным ставьте лайки если не понравилось ставьте дизлайки пишите комментарии что вы по этому поводу думаете ну а я с вами прощаюсь до новых встреч пока а